Здравствуй, зритель! Для тебя сегодня три человека понастолят в игру Shadow Rivals. Как всегда, для тебя мы показываем игровой процесс не очень известной игры, но и все же это не значит, что она плохая, а бывает чаще всего даже интересная. Нас сегодня три человека. Денис, Катя, которая удивляется, как Денис начинает представлять игры, и Никита, который вечно смеется. Отлично, замечательно. Мы, как всегда, в течение нашего игрового процесса на видео показываем всю суть игрового процесса, не рассказываем правила сразу, а просто для вас играем, как в жизни, как бы мы сели за столом. И в конце видео есть внизу тайм-код. Переходи, либо просто минут за 10 или 15 до окончания видео, послушай наше мнение. А пока вперед играть. Итак, мы из себя представляем неких прекрасных мудмуазелей, которые решили проникнуть в различные поместья. У нас есть большие поместья, есть малые поместья. И очень элегантным способом, как бы, как это сказать, обокрасть, но с таким, знаете, вот с чистотой душевной обокрасть и заработать некие репутационные очки в виде денег, в виде заработка. В чем-то легально, в чем-то нелегально. Я хотя спорила с Денисом, по-моему, если у нас есть зрители-анимешники, да, вы можете написать, ну или просто любят, очень это все знают, по-моему, у них есть, ну не то, что легальные, но типа хостес, это как сказать, легально им подаяние дают всякие, то есть красивые девочки сидят, им всякое покупают. Но Денис говорит, что нет, что мы кразем здесь. Ну, давайте будем оценивать, что по каким-то причинам данные женщины заходят, и по каким-то причинам они потом выходят, и наша задача наибольшее количество победных очков получить, RP в игре. Итак, у нас у каждого есть колода, я играю за зеленый цвет. Я за желтый, у меня тут желтые шляпы и желтые карты. И розовая шляпа. И розовый игрок. У нас у каждого одинаковое количество карт, в данном случае 8, и у нас представлены данные девушки, у каждого есть у нас вот соответствующий цвет. Мы для начала игры все это замешиваем и добираем 3 карты. У меня тут замешано. У тебя уже замешано. Хорошо, я добираю 3 карты, и в игре не очень сказано, вообще почти не написано, кто будет ходить первым, поэтому мы определили так, кто выиграл в прошлой игре, это буду я. Все, я за всех вас решил, буду ходить первый я. Итак, игровой процесс делится у нас на достаточно простые действия. Первая фаза, когда мы выкладываем девушку в ту или иную поместье, выложить мы можем в открытую, в закрытую и еще кое-как, вы по этому чуть попозже убедитесь. Потом определяем, вместилось ли у нас поместье и разыгрывается ли оно. И если нет, то у нас ход переходит к следующему игроку, и мы начинаем что-то выполнять. Ну, например, я лично хочу пойти вот в это поместье, вот в такое, и после этого разыгрывается нижнее действие, которое у нас здесь есть. То есть, когда у нас нарисована молния, действие разыгрывается. В игре вообще сразу представлено огромное количество символов на английском языке, но они достаточно простые. Если их все выучить, то сразу будет понятно, что происходит. Например, в данном случае мне показано, что мой жетон под названием Influence, насколько я влиятелен, два очка влияния я могу положить в другое поместье. Некуда я положил члена клуба. Поэтому Chat Noir кладет его вот сюда. Chat Noir. Chat Noir. После этого у меня на руке осталось две карты, игра еще не реализовалась, то есть у нас не открылось поместье, потому что вы сейчас узнаете чуть попозже об этом. Я просто добираю до трех карт. Все, ход переходит дальше, Катя. Так, я положу вот такую вот, Мадемуазель, на твою. Так. Вот такую. Леди Лапин. Леди Люпин. Люпин, да. Прекрасная женщина, маг какой-то, не знаю. Шляпник. Шляпник. А она мне говорит, вот ты можешь показать, ну, вот эти, как бы, значки. Во-первых, молния, то есть сейчас разыгрывается. И потом она мне говорит, что я на себя же, на эту карту. Давайте чуть получше замешаем, потому что здесь у нас очень много различных лутов. Дай мне я, вот я просто какие-то покажу, а ты можешь показать. То есть вот там вот такие вот разные луты. Какие-то, как вы поняли, бонусы, да, там драгоценности, картины и так далее. Они будут пока в закрытом, можно не показывать своим соперникам. Потому что... Нужно не показывать. Да. Ну, как бы, знаешь, как бы ты можешь за этим следить, но согласись, все равно там рандомно попадется. Там как бы нет такого прям сильного, что ты поймешь. Ну, в общем, вот в закрытую три сумочки. Что унесла, то унесла. Она на себя накладывает в данном случае три. В закрытую. Да. Ход-переход Никите. Кстати говоря, добираем карту. Ты добираешь карту, да? Я добираю карту. Я положу чат Наира, свое влияние положу вот сюда, Наира, карту. Ты это же самое решил выполнить. Да. Хорошо, я пойду вот сюда. Вот так вот. И в данном случае детектив у меня точно так же позволяет разыграть. Либо из этой, из этого поместья выбрать любого персонажа, любого, я забываю, участника данного поместья и перекинуть его в другое поместье. Либо же в это поместье заложить абсолютно другого, кто... Ну, например, я думаю, может быть, вот так поступить. Вот этого вот сюда. Вот так вот. Вот так вот я пойду. И добираю карточку. Так, подожди, это ты у нас сходил, да? Так, я положу внимание, ребята. Внимание, вопрос. Интересные женщины. Давай. Вот такие у нас тут еще будут присутствовать в игре. Да, вот такая мадама. По ней прям очень это видно. Делаем стоп-кадр и увеличим их в этот момент. Она говорит мне, кстати говоря, что мы не уточнили. Что мы смотрим, сколько они места занимают в этих поместьях. Да. Вот это не уточнили. А я это еще хотел сделать только в тот момент, когда уже наберется определенное количество участников. А просто смотри, какие у нас интересные расходы как бы вышли. Моя мадама занимает целых два места в поместье. И это нужно смотреть по вот этим шляпам, сколько... Вместимость, да. Да, вместимость женщин в поместье, когда мы будем считаться. Когда мы будем считаться, это уже другой момент. Но моя мадама занимает целых два места. А вот вы можете обратить, например, вот эта кошечка, да, вот ее можешь показать. Она не занимает места. Вот эта девушка одно место и вот это одно. Так что вы можете уже считать, приближаясь к шляпам, когда мы будем считаться. Итак, моя мадама говорит, что я шляпку могу заложить в другое поместье. Это жетон, который увеличивает вместительность другого поместья. Да. И я положу это сюда. И, по-моему, на этом все у меня. Ты добираешь карту. Я добираю просто карточку, да. Кладу. Я кладу Маиду, интересно, сточное имя, в то поместье. Вот сюда, да? Да, и она мне позволяет перевернуть любую карту. В этом поместье. Да, в этом именно поместье. Я переверну зеленую карту. Зеленую хочешь перевернуть. Когда у нас переворачивается карточка участника, вы сейчас увидите, когда мы ее не выложили в закрытую, а именно вот уже открытую на закрытую, у нас уменьшается на данном случае влиятельность. И это достаточно плохо, но что поделать. Ну, да. И я беру карту. Можно сказать, что ее девчонки задвинули на тусе вот этой. Ну, да. В принципе, так оно и есть. Мой ход. И я вот думаю, чтобы как-нибудь мне поступить, я, пожалуй, пойду вот сюда и заложу сюда констейбла. То есть, охранника, полицейского и наблюдателя. Итак, после этого мы смотрим. Молнии здесь нет. У нас по-другому будет проходить реализация данной карты. Смотрим. У нас четыре шляпы. Раз, два, три, четыре. Все. У нас поместье наполнилось. Теперь мы должны его реализовать. Первым делом, что мы смотрим. Мы смотрим все карточки, у которых есть вот такой значок. Это показывается, что данное поместье реализуется, когда реализуется поместье. И здесь мне показывают, что удаляются все, абсолютно все, вся добыча, которая есть на картах. Если бы кто-то защитил, в данном случае, как Катя, эту карточку, она могла бы себя защитить, но нет. Убираем сюда. Это первое действие. И реализация происходит по кругу. То есть, так как я сейчас мой ход, я первый игрок. Сначала мои карточки реализовались, потом Катина и потом Никитина. Но у всех остальных карточки были мгновенного типа, которые разыгрывались прямо здесь сейчас. Только моя. После этого вторая фаза реализации. Это мы бы собрали весь лут, который у нас здесь есть. Вот то, что Катя и собирала, она положила бы к себе свой личный бассейн, пул. И после этого в конце игры она бы его почитала. Но так как я удалил, все, она уже себе ничего не закладывает. После этого мы почитаем, насколько мы влиятельны в этом поместье. И почитываем наши значки. Так как Никита мне перевернул, уменьшил, сделал все хуже. Но что же делать? У меня значение 3. Потом у Кати идет значение 3. И у Никиты идет значение 4. Никита лучше нас всех с Катей. Поэтому он получает 6 себе вот этих вот победных очков в виде карточек. 5 и 1. У нас с Катей одинаковое значение. Но так как моя карточка выше, ближе всего к данному поместью, я занимаю второе место. И я получаю 4. Выдайте мне, пожалуйста. И еще иногда бывает, что есть тоже некоторые карты, которые при равенстве бы тоже выиграли некую игру. И после этого Катя получает 2 себе очка. Мы за них и боремся. То есть в конце мы будем в основе своей подсчитывать их и нашу добычу. После этого мы должны были бы отсюда вывести наших продвинутых персонажей. Но так как у нас их нет, ничего не происходит. Но сейчас мы можем прокачать своих базовых персонажей на продвинутых. Точно так же 8 персонажей лежит здесь. И начиная с меня, я могу одну из двух дам выбрать. И посмотреть, кого бы я хотел прокачать. Либо я могу Чат Нуэр прокачать более прокачанную вот эту девушку. Либо констейбла. Я хочу выбрать констейбла, где она у меня. Я беру ее верхнюю карточку. Обратной стороной. Вы с другой стороны видите вот это. Но я кладу обратной стороной вот сюда. И на нее кладу свою шляпу. Потому что они нейтрального цвета. И ничего не происходит. Я сразу кладу 2 оставшиеся карты, которые были в этом поместье, в сброс. И ребята для себя... Да, здесь у меня будет сброс. Ребята точно так же получили Катя. Ты можешь только Леди Люпин прокачать. Будешь это делать? Давай Леди Люпин. Где она? Шляпа. Никита, да? Верхнюю. Обязательно берем верхнюю карточку. Это у тебя идет сброс. Ну я и саду тоже. Ты мэйд. Мэйд. Затем максимум 2 места для таких... Для прокачанных, да. Никита прав. Это твой жетончик возвращается к тебе. Да. Малое поместье, которое серое, мы сбрасываем. Например, вот здесь вот будет сброс. И по нему ведется отсчет раундов. Как только у нас 7 поместьй будет реализовано, игра тут же завершается. Вот моментально. Первый уже есть. Мы почти закончили игру. Выкладывается следующее. Я добираю карточку до трех. И начинает ходить в данном случае Катя. Я хочу перепроверить свою новую предмышлую мадмазель. Ой, я тоже. И ты хочешь. И я хочу. И все насмотрим. Мы все смотрим. Что у меня здесь? Итак, я хочу как раз продвинутую свою карту разыграть. Это просто делается вместо а-ля моей желтой. Да. Я выкладываю вот сюда. Кстати, вот прям на секунду перед выкладыванием хочу... Ну, в смысле, полностью, да, продолжением. Я надеюсь, будет на камеру видно. Блин, какие они будут классные, блестючие. Блестючие. Я считаю, я не сорок, я просто считаю, что всем очень-очень нравится. И они еще плотнее, чем обычные. Итак, что она мне говорит? До этого меня лишили трех лутов, которые здесь лежали. И там были очень похожие значки. То есть они лежали, пока не будет розыгрыш. А здесь прям добавляется ручка, которая мне... Это не сейчас. Это когда будет разыграно это. То есть мы просто знаем. Ты хочешь ее переиграть? Ну, честно. Нет. Ну, пусть лежит. Мы просто знаем, что когда будет разыграно данное поместье, наберется определенное количество людей, то ты получишь сразу к себе в общий сбор. Почему бы я ее не получила? Потому что просто туда не класть? Ну, да. Ну, мы просто знаем. По сути говоря, тут, мне кажется, нет разницы. То есть я ее по-любому должна получить. Ну, ладно. Не знаю, Никита. Я кладу закрытую. И поверх нее кладу положу. Да, Никита в первый раз разыграл карточку, тем самым в закрытую. Тем самым игра нам описывает, что данный персонаж, член клуба, не входит в него, но рыскает вокруг него и пытается что-то урвать инкогнито. Можно любого персонажа так выложить. У него всегда будет влиятельность один, но зато сразу на него уже закладывается одна добыча, которая неизвестна. Я пойду вот сюда. Ты добрал карту, Никита? Да, я добрал. Я пойду вот сюда. И в этой локации я переворачиваю любого персонажа на обратную сторону. Я Катиного персонажа перекладываю обратно. Вот так. У нее с четырех влиятельность становится один. Да, Денис, конечно, умеет разыгрывать по-мерзкому очень карты. На данный момент я разыграю тогда вот такую тоже девушку, точно такую же, как у тебя. Можешь себя перевернуть, кстати. Все, хорошо. Я не сильно для себя, к сожалению, поправила ситуацию. Другая карта должна меня была бы перевернуть, но просто зато я ослабила Дениса. Нечего тут клан мой это... Обижать, да? Обижать. Никита? Я, пожалуй, воспользуюсь свечихой, можно так сказать. Положу сюда и перерачиваю вот эту карту и вот эту. Не поняла. Нет, ты можешь только с открытых лиц эти два уже перевернуть. То есть вот эту. Нет, 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 это только на чем-то сторону. То есть только такую ты можешь перевернуть. Нет, тогда я переграю. Давай, ладно. Товарищ, тогда я переграю. Я хотела Кате помочь, но не выйдет. Зачем тебе помогать, если... А вот я так хочу. Ладно. Ладно. Ладненько. Ладненько. Тогда я сделаю вот так вот. Женщина. Женщина. И ты шляпку куда кладешь? На какую поместь? На это нельзя. Нельзя на другое. Вот сюда, увеличивая количество. Интересно, кстати. Хорошо. А мы смотрим? Да, мы смотрим, потому что здесь раз, два, три, четыре, пять уже больше, чем количество для реализации. Сначала у нас срабатывают карточки, которые есть, если они срабатывают в этой фазе. Такого нет. Только были молнии. После этого собирается добыча. Никита себе кладет эту добычу в свой личный набор. После этого у нас идет подсчет, кто побеждает. Три, два, Никита получает шесть, Катя получает три очка. А Денис не получает, потому что он тут не убил. Да, меня не было. Как-то хорошо я стартанул-то. Так, и дальше? А, после этого мы должны были бы прокаченные карточки, если они здесь есть, а их нет, убрать. Но после этого, начиная с Никиты, Никита одну из своих двух карточек может прокачать. Он может прокачать Дамсей и может прокачать Мадаму. Я никакой не хочу прокачивать. Никакой не хочешь прокачивать. Хорошо, ты просто это сбрасываешь к себе. Зато я прокачаю Мадаму. Катя, да, может прокачать Мадам. И тоже сбрасываю. И у нас второе поместье ушло, это малое поместье. На ее место выкладывается суда. Обалдеть, ребята. Это сумасшедшая женщина. У меня пришла. В хорошем или в плохом плане? Не знаю, даже мы увидим. Ну, видишь, я тебя уступила. Хорошо. Так, давай. Я не знаю. Так, иду я. И я иду вот сюда. Я хочу посмотреть, что будет проходить. И у нее нет шляпки, поэтому она не занимает места. Но у нее срабатывает тут же, что в этом поместье я беру именно своего участника, который есть, и переворачиваю его на открытую сторону. То есть вот этот участник у меня становится открытым. Он больше не реализуется повторно. Давай, ну, клади или я положу? Так. Все. Я добираю карточку. Ага. Ага. Я хочу это... Аааа. Ага. Нет, нет, нет. Я увидела. Я же не окончу. Точно. Я думала, я такая самая хитрая, но это не так. Нет, не окончу, да. Ну, если у тебя нету, конечно, с двумя шляпами персонажей. Да, 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 да. Вот я выкладываю вот такую прикольную деваху сюда, которая говорит о том, что вот как раз... А это в конце, в конце, нету молнии. Потом, потом, потом. Это все эти там, да, кладут? Потом, потом. Никита. Никита, сразу получай три артефакта. Ну, не сразу, мы на нее кладем. Ну, я имею в виду то, что это действие выполняется сразу же. Хорошо. Последний артефакт. Денис хочет разыграть продвинутую члену, продвинутую участницу клуба, и я кладу ее вот сюда. Ага. Она кладется вот таким образом. И у нее написано, что оно в конце будет разыгрываться. Узнаете, что. Или вам сейчас рассказать, чтобы вы понимали. Хорошо, сейчас. Она заставляет в конце посмотреть на тех участников других, у которых есть вот эти плиточки добычи, и заставить их удалить и плитки, и самого персонажа. Удалить. Обалдеть. Ну, сброс, типа сбросить, но тем самым ты выкидываешь из этого. У нас здесь раз, два, три. Три шляпы, а нужно шесть. Ужасно. Да. Согласен. Полностью согласен. Давай, Котя, бей его, бей. На нее. Бей, 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 бей. Нет, ребятки, шо за, шо за бордобой. Девочки, девочки, успокойтесь. Это не очень ужасное поведение. А, хорошо. Да. Тырь, 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 тырь. Да, нам надо, нам надо тырить. Блин, вот знаете, девчонки-то все прикольные, а знаете, вот иногда ты думаешь, блин, как бы положить, чтобы так вкусно прям было, что так классно. Ну, ты можешь закрытую положить и получить артефакт. У вас, я вижу, их нет. Я положу, смотрите, вот так интересно хочу разыграть. Мне так кажется, это будет прикольно. Девочка, кошечка. Которая не занимает места, да. Да. И она говорит, что я свои часики, свое влияние могу куда-то бросить. Я вот сюда их брошу, потому что меня могут там не тусить, но все равно влияние свое оказываю. Да, хороший ход. Так, мой ход, ну... Ну... Я кладу вот этого персонажа, его или она, точнее, позволяет мне убрать одного игрока из этой колоды на другую. И я убираю как раз... Да, либо же туда можно есть другое. Вот это, вот этот мусор, который мне не нужен. Мусор, ты так называешь? Не, я не называю карты, Дениса, я просто называю их способности. Жестоко. Я знаю. Ты добрал карты? Нет. У тебя закончились, да? Да, у меня закончились карты, и если карты заканчиваются, и сбросы мы как раз-таки замешиваем и берем карты. Карты. А хотя нет, извините, у меня не закончились, у меня две карты. Ну да. Ну, надо три, да. Ты замешал? Да, я замешал. Все хорошо. Надо три еще. Клады я положу вот сюда, в закрытую. Вот так, раз, два, три, четыре. Еще нормально. Да и вы что-то тут, это, накидываете своих странных. Странных. Блин, а у Никиты там вообще-то мощное. Ну, поэтому ты можешь рыскать вокруг, там уже, что рваться туда? Рыскать вокруг, так же закладывать, как и ты? Ну, занимать место, да, и точно понимать, что ты получишь хоть что-то. Да и тем более, у тебя влияние здесь есть? Есть. И у Дениса тоже есть. У меня есть интересная такая идея. Только я, если это разыграю, это будет казаться, что, ну, знаете, типа такой себе не очень умный ход, мне так кажется. По крайней мере, не очень умный, он не очень интересный. И поэтому я думаю, разыгрывать его или нет. Ну, смотри сама. Спасибо. Я подсказала Кате. Я считаю, что Денис свою эту карту очень сильно запоганил. И я тогда, смотрите, давайте скажем так. Я закладываю свою новую мадам. О, красивая. Она мощная, смотрите, уже 4 шляпы. И я же сама все заняла в этом доме. Да, хороший ход. Разыгрывай. Получится, что... Ты получаешь 6, и все. И ты получаешь 6. Да. После этого мы смотрим, что у нас здесь больше... Ну, ничего не срабатывает, потому что ты и так получила 6. Вот, теперь смотрите. Так как это продвинутая была героиня, она возвращается обратно в свою колоду, но она кладется под низ. То есть, вероятно, что она попадется еще не скоро. Хотя, может, мы ее прокрутим под низ. А остальные две, которые есть в той колоде, они другие. После этого Катя может получить девочку, если хочет продвинутую. Думаю, я получаю продвинутую. А это ты сбрасываешь. И это мы убираем. У нас третье прошло. У нас осталось еще 4. Это малое поместье. Никита, ходи. Хожу я. И я кладу ее сюда, закрытую, и сюда ставится. Так, у вас там не набралось? Раз, два, три, четыре, пять, а там шесть вмещается. Психи вообще. Психи. Ну, как раз таки вот, кажется, я ее... Ой, почему она мне раньше сбрасывалась? А что, почему... Ну-ка, ну-ка, переверните. 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 А кто перевернул? Случайно. Тогда идем вот сюда и активируем все-таки это поместье. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть поместьй. Есть. После этого, так как мой ход, сначала активируются мои персонажи. Начиная вот здесь, вот он активируется. Тых, убирают все, все чужие, оппонентские луты. Ага. Вот вы посмотрите на него. Они убираются. После этого мы смотрим, у кого-то здесь есть еще? Нет, это все, они уже были прямо здесь сейчас. Теперь мы собираем лут, я кладу его к себе. Это мой. И теперь подсчитываем, у кого какая влиятельность. Два, один, это три, четыре, шесть. Никита, ну у тебя явно больше шести, ты получаешь семь. Я получаю пять, а Катя получает два, потому что у нее здесь влияние тоже есть. Делаем деньги. Возвращаем влияние. Это у нас тоже возвращается, что шляпка закончилась. И, кстати, у нас прошло уже четыре, четыре поместья. У нас выходит большое. Теперь, начиная с меня, мы смотрим, есть ли здесь прокачанные какие-то мои персонажи. Нет. И я смотрю, из этих трех, кого я могу активировать и прокачать до совершенства. У меня, кстати, одна шляпка свободная. Она вот здесь занята, вот здесь свободная. И я не могу уже взять себе констейбл, хотя, может быть, и могу. Давайте я возьму еще вот эту девушку, детектива я хочу взять. Где вы ее видите? Она под картой Никитина. Да, вот здесь детектива, дайте мне, пожалуйста. Есть. А эти все три сбрасываются. А у тебя чего тут? Нет, это тоже участвует. Это тоже участвует. А я, пожалуй, возьму, как у Дениса, детектива. Клади шляпу, а всех девчонок сброс. И это новое выложили, да, мы? Да. Да, мы выложили новое. Все, катин ход. Да, я все, этот раз, все, думаю, разыграть свою новую девчонку. Ух, какая сильная-то. Так, положите, чтобы мы знали точно, сколько, сколько занято. А ты знаешь что? Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, да? А надо... Четыре, еще одна шляпа, и все разыгрывается у нас. И переворачивайся. Нет, это не переворот. Вот ты в это поместье перекидываешь кому-то, или же из этого поместья куда-то выкидываешь персонажа. Давай из этого поместья я выкину... Блин, твоя шляпа, она уже можно лучше разыграть, чтобы она, блин, такая оставалась. Давай вот... Вот эта, наверное, крутая, да, у тебя чика-дрикая? Ну, я не знаю, кого хочешь. Ты в другой поместье закидываешь. Перекидываешь. Сюда. Вот сюда. Хорошо, у нас, получается, не разыгрывается. Тогда надо нет. Вот эту давай, стой. Ты хочешь разыграть, да? Ну, хорошо. Уже... Я хочу уже освободить это место. Вот так. Лады. Это моя шляпа. Да, у нас здесь четыре шляпы. Раз, два, три, четыре. Ань, все равно не хватает. Пять. Пять. Ой, пятая шляпа, я не заметила, прошу прощения. Теперь у нас разыгрывается то, что разыгрывается в конце. В данном случае это только вот эта девушка, но никого нету добычи в этом ряду, поэтому ничего не активируется. После этого мы собрали бы всю добычу, в которой была бы ее нет. После этого мы определяем, у кого больше инициатива, влиятельность. И в данном случае это один, три, шесть, семь. И у меня меньше. Да, Катя получает шесть, я получаю три. Просто я уже думала, знаешь, как говорится, разобраться с этой ситуацией. После этого констейбл точно уходит. Катя, у тебя свободная шляпка есть, чтобы прокачать кого-то? Блин, она... А, смотри, вот эта же сбрасывается. А, у тебя тоже сбрасывается, да. И я могу сейчас взять? Нет, это Никитя. Никит, положи, пожалуйста, под низ вот этой. Я могу сейчас взять? Да, ты можешь вот из этих трех взять прокачанную, а я могу из мэйт взять. Блин. Я, кстати, не хочу брать ее, если что, мне не нравится мэйт. К чему? Ну, не хочу. А я возьму кошечку, вот такую вот. Девчонку, да, хочешь взять? Ладно, она сбрасывай. Вот это поместье у нас уходит. Эта у нас шляпка уходит. Смотрим, сколько у нас осталось еще поместья для розыгрыша. У нас пять поместьей. И нам нужно еще два разыграть, чтобы игра тут же закончилась. Выкладывается малое поместье. Никита, ходи. Шляпку. Я хожу, я хочу заложить эту девочку и положить на нее, пожалуйста, артефакт. Да, не артефакт, а добычу. Ну, все мы понимали. Наверное. Лады. Мой ход. И я, пожалуй, вот эту вот девчонку положу вот сюда. Вот так вот. И кину жетончик вот сюда. Все. Можете выбирать. Можете ходить. Можете думать, что вы хотите делать. Я добираю карточку, при этом я замешиваю. Как я понимаю, я могу и за свои, и за чужие получать здесь. Ну, я так думаю, да. Потому что там не указано, какое количество. Вот такая мне модная мадмазель пришла, блестящая. Модная. Которая мне даст очки. Ну, это в конце. В конце, да, в этом ряду. Да, причем не важно, чьи. Вот. Вот такие вот пироги. Ага. Использую ее и переворачиваю карту Дениса. Ага. Давайте, салют, я подниму, да. Отлично. Все. Ага. Мой ход. И я тогда думаю, что нам надо вот это поместье сразу с Никитой разыграть. И я тогда разыгрываю вот так вот. Ах, он выиграл. Кладу сюда три. Хороший ход. Кладу вот сюда три. И смотрим. Четыре участника клуба есть. Поместье вмещает в себя четыре. После этого у нас срабатывает именно элемент, когда... Здесь сейчас таких нету персонажей. Мы собираем лут. Никита, ты собираешь добычу вот эту. Потом мы определяем нашу влиятельность. У меня четыре, у тебя три. Три, я получаю пять. А я получаю три. Пять. После этого у меня есть свободная шляпа. Я хочу получить вот эту Леди Люпин. Дайте мне, пожалуйста, Леди Люпин. Леди Люпин? Да. Пожалуйста, Леди Люпин. Спасибо. А я никого не могу получить. А, у тебя все шляпы заняты, но ты можешь, если хочешь, переложить, не хочешь, да, на этот сброс. У тебя крылевые девчонки там, да? Так, у нас, по-моему, осталось еще одно поместье для розыгрыша. Так что, ребятки, давайте. Борить за свои права. Так, подожди, Денис ходил. Да? Да, да. Я не знаю, будет это по-умному тоже или нет. У меня еще вот такая вот мозель. Моя крутая прокрученная. Которая говорит мне тоже, что получу за часики или за шляпки. Ножаю. Вот, положу поэтому туда. Никита, можешь ходить. Я могу ходить. А я... Сделаю вот такой ход. И положу свои часики, часики вот сюда кладу. Все, хорошо. Я выкладываю вот эту девушку вот сюда. Это моя крафт и детектив, то есть уже более углубленная. И она мне позволяет либо из этой, из этого поместья двоих выкинуть, либо в это поместье двух добавить. Я вот этих двух распределяю одного вот сюда. А у них, как бы, по-любому кто-то из них получит, так что просто думает... Ну, вот у кого меньше победных очков получают. Вот так вот распределю. И это здесь лежит. Ты плохой человек? Нет. Да. Нет. Да, я говорю плохой человек. Я его просто словом повторяю, и все. Так. Я хожу. Я тогда положу. Раз в своих модных делах я растеряла относительно. Ну да. Схожу сюда. А, девушку, которая увеличивает. Ладно. А, и карту. И карту. Отлично. Я тогда подставляю сюда эту деваху и иду вот сюда. Сюда себе. А ты, типа, мне решил, да, помочь? Не знаю. Да. Ну тогда все забейте. Все, карте, верст, карте, стоп. Все, все, все. А, Северс, отварь? Твоих картов? Да. Ой, еее. Все, тихо, тихо, все, все, все. Так. Ну ладно. Видите, они, видно, Никита не обратил внимания, потому что, ну такая, типа, как мы сказали, она универсальная по цвету. И он на шляпу не обратил тоже, видно, внимания. Вот. Ну, так что хорошо. Не, не, все, окей. Все. Не, все. Все отлично. Прекрати, Денис, думать о том, как мне тут все попортить. Да, прекращать, думать, да. Почему это? Потому что не надо. Потому что. Кстати, я что-то не поняла, почему вы тут наворовали всякого вон драгоценности, а я ничего не взяла. Ну, это уже не наши проблемы. Девочки. Это говорится, куда деваться. Давай, ходи. Я положу вот эту девчину сюда. Вот эту девчину сюда, а вот эту верну вот сюда. Вот так вот. Ах ты ж, Денис, как ты мог. Как я мог. Да, как ты мог. Вот так вот. Я думаю ходить. И думаю, что сделаю вот так. Мы немножечко потянем игру. Я переверну Дениса. Так, стоп. Дай вот так. И вот так, чтобы красиво было. Мы перевернем Денис. Вот так. Я возьму карту. Хорошо. Это моя территория. Так что отошли просто. И я это все переворачиваю. Две карты. Как ты две? Чего? Ну, переворачиваю еще одну. Я знаю. Так что со мной лучше не оттягаться. Так что вот так вот. И вот сюда. Так что... Отошли отсюда. Так, кстати, мы выиграли. ПЖ. Нет, стой. Раз, два, три, четыре. Да, четыре. Отлично. Давайте рассматривать, как здесь обстоят дела. Считаем. А есть ли те, которые в конце нам добавляют что-то? Нет, все было молнией. Ну, то есть они уже все разыгрались, девушки. Отлично. После этого мы собираем лут. Никто ничего не собирает. После этого определяем, кто больше влиятельный. Никита получает пять. Потом у нас с Катей по единицам, так как я выше, я получаю тройку второе место, а Катя получает двойку. Угу. Есть. И мы уже можем не прокачивать персонажей, просто вот ребята сбросят вот эти свои прокаченных членов клуба девушек. И здесь у нас уходит под низ, вот так вот. Ну, помогай, чего вы сидите, спите, вот эту девушку. Убирайте под низ колода. И сбрасывайте вот эти вот у себя. Вот это. Сброс твой, это мой сброс. Все, у нас уходит. У нас все поместья ушли. Вот они семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут же заканчивается игра. Первым делом, что мы делаем, мы подсчитываем свое количество заработанных победных очков благодаря карточкам. И теперь смотрим, какие у нас есть дополнительные награды, которые есть в добыче. За такие, в данном случае, украшения, которые есть, мы получаем, если у нас одна штучка, то два победных очка. Если у нас есть две, шесть победных очков. И здесь, соответственно, если у нас один, два или три, два, пять, десять. И здесь мы получаем за каждую по два. Но если у кого-то есть наибольшее количество картин, мы получаем пять дополнительно. Ты подожди, ты тот просчитал, что у тебя чего? Тридцать пять за все? Да. За все тридцать пять. Сколько у тебя картин? Тридцать пять и тридцать один. У меня только одна картина. Только одна картина? Открой и положи вот сюда. Потому что Денису еще считать надо. Катя, у тебя сколько картин? У меня нет вообще ничего. А, у тебя нету, да? И я думала так, сейчас Никита пересчитается, но я точно проиграла, потому что у меня двадцать один всего. Видно, борьба основная идет между Никитой и Денисом. Дайте мне, пожалуйста, вот эту пять, пятерку. Просто так легче посчитывать. И еще одну пятерку дайте мне, пожалуйста. Две пятерки. Итого у меня десять, двадцать. Потом идет у меня шесть, это двадцать шесть. Потом идет у меня двадцать восемь. И тридцать получается. Тридцать, так, но подожди, а там кто? А я думаю, что сейчас узнаем. Давайте. А у меня тридцать один. А может быть у нас при равенстве, может быть кто закончил ход? Если ты закончил ход, то ты получаешь. Может быть так, как в правилах написано. Секундочку. Чего в смысле? Не понимаю. У вас равенство. Никто не получает этот бонус. За картины никто из нас с Никитой не получает бонус. Поэтому мы подсчитываем. Сколько у меня? Тридцать всего победных очков, Катя. Ой, я уже вспомнила. Двадцать один, по-моему, я сказала. Ну, хорошо, двадцать с чем-то, Никита. Тридцать один. И Никита побеждает на одно победное очко больше. Хлопаем и высказываем мнение, кому как зашло. Кто хочет начать. Ну, давай с Никитой. Никита победитель. Победитель, ура. Игра мне понравилась. Она очень красочная. При этом она простая. Но для нее нужно много места. Я вот недавно играла в игру Big Dig. И для нее очень нужно мало места. Но после этой игры я понял, что для этой игры очень нужно много места. И в путь-дорогу ее не взять. Ну, с этим не совсем согласна, на самом деле. Вообще-то она очень компактная. Если посмотреть, вот ее органайзер. И оно здесь все помещается. Наоборот, это все равно небольшая игра достаточно. На столе она много занимает места, а с собой в путь-дорогу можно взять. Давай-ка тяни свой, скажем, что... Мне игра понравилась. Я даже не знаю, как определить, потому что, как всегда, читаешь правила, вроде все понятно рассказано. Как начинаешь углубляться, что-то непонятно. Но за буквально 3-4 партии мы все уже привыкли к этим значкам. И более-менее можно на них не ориентироваться. Но все равно в таком случае мне понравилось, что создатели игры положили и дополнительную памятку по номерам для базовой версии каждого персонажа. И плюс еще в правилах прописаны номера вот этих всех прокачанных. И там просто все прописано на английском языке. То есть, если вы не понимаете значки, здесь написано. Вот, например, 25, когда данное поместье у нас реализовывается. Вы выигрываете при равенстве ваше влияние. И так что, если вы не понимаете значки, можете прочитать именно дословно, что это посвящает. Это мне понравилось. Это прикольно. И, в принципе, игра интересная. Позволяет подумать, куда больше своей силы направить. Какого члена клуба, где сейчас стоит разыграть. Может быть, стоит закладывать членов клуба в закрытую. Там, где ты точно понимаешь, что уже ты никак не выиграешь. И никак не можешь подпортить. Но зато ты туда положишь добычу. И хоть что-то получишь. Какие-то победные очки. Поэтому здесь, конечно же, мне это понравилось. А, ну и качество. Это вообще бесспорно. Качество карт. Насколько они плотные, насколько они глянцевые. Вообще супер-пупер. Да, Денис в этом прав. Тут, кстати говоря, игра не на троих. Она от двух до пяти. До пяти, да. Как вы видите, шляпки еще девчонки могут входить в эту игру и играть. Мне кажется, игра достаточно простая. И мне при этом тоже нравится все равно. Да, кажется, иногда могут напугать действительно вот эти значки. Но есть время подумать, да. Как правильно что разыграть. Вариативность есть этих игр. Качество, конечно, как я сказала, одной из лучших. Компания Moa Diaz Games из Тайвания. И также мы говорим, что эта компания, что Devir, две лучшие компании по качеству компонентов лично для нас. Кто-то хочет с нами поспорить, может написать в комментариях. Но это просто нечто из того, что сделана плотность этих карт. Плотность тех карт, да, цветных опять же. Какие они блестючие, прекрасные девахи. Да, интересно, конечно, арт такой... И слегка для тех, кто любит аниме-стиль девушек с большими грудями. Я думаю, это только достает удовольствия играть. Но вообще в процессе игры особо как бы, ну, можно на это обращать внимание. Но на самом деле игра все-таки поглощает. И мысли, как кого-то обыграть, затягивают больше, чем рассматривание женского тела. Опять же, вот тут стоит рейтинг на коробке 15+, только, возможно, я думаю, из-за анимации. Но на самом деле, ну, если прям сильно не обращать внимания, то она, ну, прям простая, не знаю, мне кажется, можно и помладше играть. Я на самом деле даже не знаю, что добавить в плане того, что просто прикольно просто играть. Ну, на троих хорошо, да, согласитесь, что вроде бы не такой большой состав, там, до пяти можно. На троих тоже хорошо реализовано, более-менее быстро все проходит, ожидания хода сильного нет. Да, и мне кажется, надо все-таки играть не от двух, а от трех и больше, потому что тогда есть какая-то здравая конкуренция, вот, как раз за эти места. Двоем немного более скучно будет. Меняется количество карточек по месте, которые выкладываются в разные, можно направления уходить. Да, но вот в этом случае, я думаю, ты все равно чувствуешь, как классно, ты уже начинаешь даже с тремя вальировать, типа, кого из нас уже, у тебя, то есть, уже два противника, чтобы выбросить кого-то, и ты такой, так, его или его. Ну, в общем, я лично считаю, что надо от трех и больше играть, мне кажется, так лучше. И, наверное, опять же, любителям аниме прикольно просто даже в коллекцию, прикольно такая красивая игра. Кстати, если честно, может быть, это просто нарисовано, но, может, кто-то знает, что это похоже на какое-то аниме конкретное, может быть, напишите. Не знаю, но, может быть, вот здесь написано «Design by Khalifa», разработанное Khalifa, и, возможно, он же и нарисовал этот арт, может быть, другие люди сделали это, в общем, не знаю. В любом случае, пишите ваше мнение, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь, у нас много разных наступок, мы все для вас их записываем, показываем и рассказываем, какие игры именно всего нашего земного шара существуют. Поэтому по настолям вместе с нами на канале Денис. Не стесняйтесь познавать разные иностранные игры. С вами была также и Катя. Слушайте подкасты. Никита вам советует.